О главных событиях уходящей недели в информационном выпуске Янаульского телевидения. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Хорошую погоду ждали все, особенно работники сельского хозяйства. В среду, 14 августа, побединцы снова приступили к уборке. Напомним, их первая попытка состоялась две недели назад. Проливные дожди сильно размягчили землю. Несмотря на это, новые комбайны на поле чувствуют себя уверенно. Да и комбайнеры не новички. За плечами каждого десятки лет опыта. Игорь Валиев работает в хозяйстве с подросткового возраста. Радис Ахметов трудится на поле 30-й сезон. Такое лето они не припоминают. Ой, такой вообще не знаю, не помню. Это вообще слишком ужасно. Прежде чем сесть за штурвал нового, Радису Ахметову пришлось поменять 4 комбайна. Мне 19 лет было. Первый раз за штурвалом. На Колосе работал. Потом в армию призвался. С армии пришел на Енисей. 1200. Потом немного лет. Лет 7-8 на нем работал. Дальше на Ниву. Потом Нива эффект. Потом небольшой перерыв был. Я на Воле работал. Ездил на эту зарплату. Так не было. Потом после Нивуа. Акрас несравнительно. Комфортабельно. Комбайн-то не буксует. Земля сырая, рожь. Зерно сырое. Придется сушить. Но тут на сегодня у нас гектара 30, наверное. Мы уберем его. На данном поле химпрополка не проводилась. Выращенная рожь пойдет на фураж, говорят специалисты хозяйства. Урожайность ржи, по словам комбайнеров, составляет 26% с гектара. Все зерно водители привозят на зерноток. Так как у зерна влажность высокая, приходится пропускать их через очистительную машину, где она доводится до нормы. Узнать, как идут дела в хозяйстве, приехал и заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству Рустам Алимгафаров. При норме 14%, 29,4%. В прошлом году было 21, 23. По сравнению с прошлым годом, конечно, нынче побольше. Мы на работу приходим и все сначала проверяем, все очищаем. С вечера, конечно, все очищаем. А потом, когда уже в поле выходит машина, уже зерно приходит, мы взвешиваем и вываливаем завальные. Завальные уже поднимаем в сушилку, сушим и все, потом по складам. Сначала 50 тонн набираем в сушилку, а потом уже по влажности влагомерам измеряем. И до 14 влажность, если доходит, мы уже снимаем. Вот с шахты уже 40 тонн идет сухое зерно, потом собираем, забираем по складам. Пока есть погодные условия, мы будем работать сутками, уверяют победенцы. Президент Новокрещенова Айас Хавибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами по-прежнему актуален для жителей нашей республики. Конечно, периодически возникают вопросы и по уплате услуг регионального оператора, и по установке контейнеров, и расположению контейнерных площадок. О том, как обстоят дела в нашем районе, и какие проблемы возникли в рамках реализации программы, рассказал начальник отдела промышленности и строительства администрации района Артур Имашев. На сегодня в целом по району имеется 78 контейнерных площадок, 54 из них в городе и 24 в сельской местности. Всего размещено 919 контейнеров для сбора ТКО, соответственно, 357 из них в городе и 618 в сельском поселении. В период с января 2019 года по сегодняшний день сельскими поселениями приобретены металлические контейнеры в количестве 313 штук, объемом 0,7 кубов, на общую сумму более 1,8 млн. Городским же поселением приобретены 220 контейнеров, из них 110 штук евроконтейнеры, на общую сумму более 2 млн. рублей. В рамках распоряжения правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2019 года, номер 599-Р, из республиканского бюджета Янаульскому району выделена субсидия в размере 3,6 млн. рублей, по 200 тысяч каждому сельскому поселению, на софинансирование мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов. Данные средства сельскими поселениями освоены. Контейнерные площадки находятся на стадии изготовления и установки. Их изготавливают из зеленого профнастила, черных стоек и бетонного основания. На сегодня остро стоит вопрос с оплатой населения за вывоз ТКО. По данным рекоператора ООО «Дюртюли Мелияводстрой», средний уровень оплаты на новую коммунальную услугу составляет всего лишь 46%. Очень большой разброс по проценту сборов в сельских поселениях. Например, в Старо-Варяжском сельском поселении 78%, в Максимовском 61%, в Сандугачевском 58%, в Воединском 29%, а в городе 46%. Для полного оснащения контейнеров контейнерными площадками необходимо дополнительно установить еще 340 контейнерных площадок. В городском поселении 77%, а в сельских 263 штуки. На общую сумму более 10 миллионов рублей. Также сельским поселениям необходимо дополнительно закупить более 100 контейнеров. На общую сумму более 700 тысяч рублей. Также остро стоит вопрос по оплате с юридическими лицами. Остро стоит вопрос по заключению договоров с юридическими лицами. На эти цели приезжает представитель ООО «Дюртель и Мелияводстрой» в администрацию Янаульского района в два раза в месяц. Об этом мы оповещаем в средствах массовой информации, в средствах социальных сетях. И приглашаем всех юридических лиц заключить договора. Да, также есть острая проблема. Жители, допустим, северной части жалуются о месте установки контейнерных площадок и контейнеров. Для решения этой проблемы производится сход граждан, собрание граждан и выбираются места для установки этих площадок. Но так как есть там свои нюансы по закону расположения, нахождения этих площадок, все это решается, сообща с гражданами, с присутствием представителей жилищно-коммунального хозяйства, представителей городского поселения, администрации. Каждый год у нас оснащение идет контейнерами. В этом году, как мы и говорили, было выделено. Если программа хорошо пойдет, и по республиканской программе на следующий год хотят тоже возобновить именно вот эту программу, чтобы докупить контейнеры, контейнерные площадки. Расположение контейнеров для твердых коммунальных отходов по-прежнему достаточно острый вопрос в нашем городе. Многие жители частного сектора категорически против их установки рядом со своими домами. Найти выход из создавшейся ситуации жители улиц Кутузова, Пархоменко и Гафури решили на встрече с администрацией городского поселения 15 августа. Установленные ранее контейнеры стали неожиданной проблемой для жителей этих улиц. Изначальные места, выбранные администрацией городского поселения, не устроили людей, а перевернутые баки затруднили всю систему вывоза мусора. В этот день на собрании задавали много вопросов. Они коснулись и оплаты так называемых квитанций за мусор, и даже состояния местных дорог. Но самый главный из них был посвящен тому, где сами горожане хотели бы видеть эти контейнеры. Когда у меня на улице Кутузова перевернули контейнеры, кому-то это не понравилось, что они там где-то расположены в нужном месте, для него не нужно, перевернули. Поэтому я вот ВКонтакте записала, направила пост на сайт главы администрации, и потом вот это все пошло, поехало у нас. Но сегодня, слава Богу, у нас жители моей улицы пришли. Мы с мужем активно звали их, чтобы они пришли для количества, чтобы высказали свое мнение, потому что сколько людей, столько мнений, чтобы наконец-то все это решилось, и чтобы мы жили хорошо и счастливо. Удобство просто вынес мусор, не надо его копить, не надо думать, куда вывозить. Как раньше было по выходным в субботу ждать машину вот это. Наоборот, для меня это хорошо, как другие считают, я не знаю. Люди боятся, что будет этот мусор разлетаться, будет запах, будет вонь. Всем охота, чтобы было все сразу. Ну, конечно, нам очень хочется, чтобы установили по вопросу контейнеров, чтобы они были на месте, чтобы не мешали и требованиям соответствовали, либо 20 метров самое меньшее, как говорится, асфальтированно и подальше от народа. Мы очень согласны, очень рады, что вот действительно установили эти баки, есть куда скидывать мусор, мы согласны, мы оплачиваем ежемесячно. Особо жаркая дискуссия началась при обсуждении конкретного места установки будущих контейнерных площадок. Ни один из присутствующих жителей не согласился, чтобы их поставили рядом с собственным домом. А общим решением жителей пришли к соглашению, что мусорные контейнеры будут поставлены в начале и конце улиц. Собрание в каждом микрорайоне проводим. Жители сами устанавливают, утверждают, определяют места установки, обращаются тоже, пока вот такими темпами устанавливаем контейнеры и вопросы стараемся решать. У нас вывозом ТКО будет заниматься жильсервис, и они вот, жители боятся, что мусор около контейнерных площадок будет собираться. Но если ООЖ-сервис вовремя будет вывозить ТКО, и сбор, то есть собираться мусор в контейнерных площадках не будет. Всего по городу у нас мы закупили 110 евро контейнеров, они уже установлены. И 110 штук закуплены новые контейнеры, тоже установлены на микрорайоне. И еще, кроме этих контейнеров, у нас имеется 137 контейнеров, которые были раньше закуплены. Вот эти контейнеры тоже будем устанавливать. На следующий год, если у нас появятся машины, приспособленные вывозить евро контейнеры, на следующий год будем закупать еще евро контейнеры. У нас по городу максимально уже контейнеры установлены, и в дальнейшем мешковой сбор ТКО будет прекращен. По словам администрации, уже на следующий день контейнеры будут стоять на новых выбранных местах. А в будущем году там же оборудуют контейнерные площадки. Гульнара Сиддикова, Эльдар Сахапов, служба новостей Янаульского телевидения. Праздник меда в Янаульском районе проходит уже в шестой раз. На медовый спас приезжают пчеловоды не только с Янаула. Не исключением стал и этот год. Семья Колосовых приехала из Гафурийского района. Глава семейства пчеловодством занимается с детства. Васика у них качевая. Мы качуем и в Макарово стояли, и в Гафурийском районе стояли. Сейчас стоим в Селитоманском районе на колючке. Лето, ну конечно в этом году лето было холодное, дождливое лето, поэтому очень мало меда. То есть опять-таки мало по сравнению с тем, что я ожидал. Я уже пчеловод в четвертом поколении, у меня еще дед Финак занимался, мой отец занимался уже 40 лет, и я уже сам на себя работаю около 15 лет. А пчеловодством я пропитан, так сказать, уже потом и кровью, с молоком матери впитал пчеловодство, больше нигде не работаю, только занимаюсь этим увлекательным делом. Вообще пчеловодство дает довольно-таки заряд, хороший заряд энергии дает, то что и у пчел ужалование, и сам звук вот этого пчел, жужжание, да, успокаивающий. Поэтому рекомендую всем заниматься этим увлекательным делом, следить как они живут, как они работают, ухаживать за ними, быть небольшим богом, хотя бы для них. Разив Шайхолов из деревни Жболдина каждый год принимают участие на праздники. И их мед не раз становился дипломантом. Опытный пчеловод знает, когда можно качать мед. Всех собравшихся с медовым спасом поздравил глава администрации района Эйшат Взегатов. Малый родник, ожидания наших иноульцев, которые ждут именно освященного меда, тоже притворятся сегодня в жизнь. Добрые традиции, хорошая работа. Все пчеловоды, они сами тоже трудятся, как пчелы. Всех с праздником, здоровья, благополучия. Протеерей Иверско-Ильинского храма Николай Гречушкин призвал всех помолиться Богу, быть благодарным за урожай и посетить храм. По итогам конкурса пчеловодов наградили соответствующими наградами. Звание «Самый лучший мед этого года» было присуждено семье из Атулы Алоярова, из села Сарихово. Благодаря прошлогоднему диплому он смог реализовать несколько банок меда. Помогает, помогает. Вот это продукция у нас. Мед только, мы больше не занимаемся. Лет 30 уже занимаемся. Назил Минязев тоже стал дипломантом праздника. Пчеловод со стажем рад тому, что пестициды не повлияли на их пчел. У нас пчелы не погибают. У нас это самое место такое, от колхозных полей мы далеко находимся. У нас только лесные, луга, и у нас обработки не поддаются этой участке. На зиму очень много корма оставляем, поэтому они у нас хорошо выходят. Сильно выходят сильные. И мы поэтому бы не грешли уже. На рапсовые поля мы не выезжали, потому что обработку делают химикатами. Ну, боялись, что пчелы погибли. Ну, так-то мы не в обиде. Кроме меда предлагаем подмор, забрусовый воск, прополис. Потом пирга предлагаем тоже, ну, медопродукты. Бывает, что и медовуха иногда. Давайте помолимся. Благословен Бог наш, всегда ныне и присоединяй, во веки веков. Спасибо Господи, люди Твои, и буду царить настояние Твое. Победа на собрати мне дарует, и вы сохраняете слух Твоих жительствов. Верь святая пройдется, Боже наш, слава Тебе. Отец Николай осветил мед и еще раз поздравил всех с праздником. Ограбление воды и сия святой, и ты благослови, и благослови, и благослови, и расстояние Твое. Победа на собрати мне дарует, и Твое сохраняю Христом Твоим жительством. Хранила себя Господь и Матерь Божией с праздником. Веселуха 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 Кардиологи бьют тревогу. Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в структуре смертности жителей нашей республики и нашего района. Учащаются обращения в кардиологическое отделение среди населения молодого возраста. О симптомах и как предотвратить болезнь сердца на ранней стадии, есть ли возможность избежать ее, рассказывает заведующая кардиологическим отделением Янаульской центральной больницы Анна Узенева. Сегодня мы поговорим об инфаркте миокарда, так как он остается ведущей причиной смертности как в России, так и во всем мире. Ежегодно в России умирает свыше 55 тысяч человек от инфаркта миокарда, и причем на 50% смертность обусловлена первыми полтора-двумя часами от начала развития заболевания, то есть до контакта с врачом. Поэтому так важно знать симптомы, причины развития инфаркта миокарда, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью. Причинами или провоцирующими факторами инфаркта миокарда могут быть устранимые факторы, то есть это те факторы, которые можно устранить, на них можно повлиять и воздействовать, и не устранимые. К устранимым факторам относятся уровень артериального давления, артериальная гипертония – это непосредственный риск развития инфаркта миокарда. Это сахарный диабет. При сахарном диабете идет поражение сосудистой стенки, и атеросклероз развивается быстрее. Пациенты, страдающие сахарным диабетом, в 2,5 раза чаще болеют инфарктом миокарда. Это курение. Курение повреждает сосудистую стенку и повышает риск развития инфаркта в 8 раз. Это высокий эмоциональный стресс, это эмоциональная лоббильность, которая также способствует повышению артериального давления, а значит в последующем развитии инфаркта миокарда. Это употребление алкоголя и других спиртных крепких напитков. Алкоголь вызывает токсическое поражение сердца и сосудов. Это низкая физическая активность и ожирение, которые также способствуют развитию атеросклероза. К неустранимым факторам риска относятся наследственность. Известно, что родственники, которых родители страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеют более высокий риск развития инфаркта миокарда. Это пол. У мужчины до 50 лет чаще, чем у женщины, страдают инфарктом миокарда, а у женщин риск развития инфаркта миокарда повышается с наступлением климактерического периода. Это возраст. Чем старше человек, тем у него выше риск развития инфаркта миокарда. Что же такое инфаркт миокарда? Инфаркт миокарда – это гибель части сердечной мышцы в результате прекращения кровотока. Кровоток, как правило, прекращается в результате разрыва атеросклеротической бляшки в сосуде с образованием тромба, в результате чего происходит либо полное, либо частичное поражение этого сосуда и прекращение кровотока. Клиническими симптомами, проявлениями этого заболевания является внезапное развитие боли. Боли носят давящий, сжимающий, жгучий характер. Они располагаются, как правило, за грудиной, могут отдавать в левую руку и лопатку, в нижнюю челюсть. Этот болевой синдром очень интенсивный и сопровождается бледностью кожных покровов, чувством нехватки воздуха, холодным липким потом. Как правило, боли при инфаркте миокарда длятся долго, это свыше часа-полутора часов. Они плохо снимаются приемом нитроглицерина. Если у вас появились такие симптомы, то необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Самостоятельно до приезда скорой медицинской помощи нужно принять удобное положение, либо это положение сидя, либо полулежа, обеспечить доступ свежего воздуха, снять стесняющую одежду. Также необходимо принять таблетку нитроглицерина под язык и разжевать таблетку ацетилсалициловой кислоты. Основной целью лечения является восстановление кровотока. И эффект лечения напрямую зависит от времени обращения с момента появления симптомов за медицинской помощью. В настоящее время используются эффективные методики восстановления кровотока. Иногда даже полностью возможно предотвращение развития инфаркта миокарда. Для восстановления кровотока в пораженном сосуде сердца используется метод введения лекарственных препаратов. Называется это тромбоэлитическая терапия. Этот метод широко используется в Янаульской центральной районной больнице, как на скорой медицинской помощи, так и в стационаре. Эффект этого метода напрямую связан с временем обращения пациента от начала заболевания. То есть выделяют золотые часы. Это те часы, когда наиболее эффективно это лечение. Наиболее эффективно это лечение в первые 3-6 часов от начала заболевания. Чем больше проходит времени от начала заболевания, тем меньше эффективность данного вида лечения. Также существует лечение оперативное. Это чрезкожная коронарная ангиопластика, когда в пораженный сосуд устанавливается стенд. Пружинка, которая расширяет сосуд, тем самым восстанавливая кровоток. Эффективность этого метода также напрямую связана со временем обращения пациента. Данное лечение пациентам нашего района доступно и проводится как в первично-сосудистом отделении города Нефтекамска, так и на базе Республиканского кардиологического центра. В дальнейшем после восстановления кровотока пациенту также назначается ряд других препаратов. Это препараты, позволяющие снизить уровень холестерина, контролировать артериальное давление. Ну и хотелось бы сказать несколько слов о профилактике развития инфаркта миокарда. Что нужно делать, чтобы быть здоровым и у вас не развился инфаркт? Нужно контролировать уровень своего артериального давления. Нормальные цифры артериального давления это от 110 на 70 до 139 на 89 мм тутного столба. Необходимо правильно питаться. Нужно исключить из своего рациона жареную, жирную, острую, копченую пищу. Уменьшить употребление поваренной соли. Нужно включить в рацион больше фруктов и овощей. Для здорового человека необходимо в сутки употреблять от 400 до 500 как минимум граммов овощей в сутки, фруктов и овощей в сутки. Нужно обогатить свой рацион рыбой, мясом. Мясо, как правило, это куриные, нежирные сорта могут быть телятины. Нужно употреблять больше зелени и растительных масел. Также необходимо следить за уровнем сахара крови. Сахар крови должен не превышать 6 ммол на литр. А также за уровнем холестерина. Для здорового человека уровень общего холестерина должен быть не более 5 ммол на литр. Уровень холестерина липопротеидов низкой плотности или так называемого вредного холестерина должен быть не более 3 ммол на литр. Необходимо также следить за своим весом, быть физически активным. Для здорового человека средняя ежедневная физическая активность должна быть не меньше 3 км в день. Также необходимо отказаться от курения и уменьшить употребление спиртных напитков. По возможности избегать стрессов. Отмечается тенденция к изменению возраста. Все чаще встречаются пациенты 28-25 лет, 30 лет, у которых уже имеется и повышенный уровень сахара крови, и повышенные цифры холестерина, и развивается инфаркт миокарда. Очень часто в моей практике наблюдается такое, что пациент 30 лет уже перенес инфаркт миокарда. Иногда даже и оперативное лечение уже на сердце. То есть в дальнейшем, конечно, мы все-таки прогнозируем, что заболеваемость будет молодеть. Если у вас при измерении артериального давления у вас цифра давления выше 140 на 90, то необходимо обратиться к врачу для назначения правильного лечения, для того, чтобы скорректировать эти цифры давления. Также это вот все складывается из профилактики, да, это следить, ежегодно проходить диспансеризацию. Нужно следить за своим уровнем холестерина, за сахаром крови, да. Большинство людей, когда на осмотре, во время консультации спрашиваешь, они не знают свои уровни ни холестерина, ни сахара, крови. То есть необходимо вот на это обратить внимание, потому что растет заболеваемость и с сахарным диабетом. А сахарный диабет это напрямую причина других сердечно-сосудистых осложнений. Также необходимо все-таки уйти от гаджетов, уйти от телевизора, заняться физической активностью. То есть это может быть просто ходьба, да, по ровной местности, ходьба на работу. Это раньше выйти на одну остановку до работы, да, пройти это расстояние пешком. Либо, когда вы едете домой, да, раньше выйти на одну-две остановки, тоже пройти это расстояние пешком. Это, опять же, дополнительно может быть занятие спортом, может быть это семейное занятие спортом, езда на велосипеде, бег, плавание, посещение бассейна тоже очень полезно. То есть просто нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться. Ну, если какие-то стрессы на работе, то тоже стараться все-таки разрешать эти стрессы. Если это не устранимо, то как-то в дальнейшем менять свою жизнь. То есть это все складывается, вот в дальнейшем складывается в заболевании, может вызвать и явиться одной из причин развития инфаркта миокардов. Поэтому цель наша, как врачей, как медицинских работников, привлечь внимание к этой проблеме, привлечь внимание к здоровому образу жизни, чтобы все-таки люди услышали нас и начали заботиться о своем здоровье. В завершение хочется сказать, что инфаркт миокарда, как и большинство других заболеваний, легче предупредить, чем лечить. Будьте здоровы! В июле этого года общественная организация «Совет женщин Яновольского района» получила субсидию из республиканского бюджета. На реализацию программы «Старости нет». Ее основная цель – это формирование активного и здорового образа жизни среди людей пенсионного возраста. Принять участие в проекте может любой желающий. В данный момент идет формирование групп для проведения занятий по различным видам спорта и оздоровительной гимнастике. Подробнее о предстоящих занятиях рассказала председатель организации Ильсияр Проскурякова. В июле месяца уже поступили финансовые средства в полном объеме 208 тысяч. И вот на эти средства закуплен спортинвентарь, скандинавские палки, лыжные комплекты, ботинки, мячи для фитнеса, палки для гимнастики и так далее. И вот когда уже началась работа по формированию групп, уже есть люди записавшиеся, они спрашивают, сколько нужно будет платить. Я хочу вот сообщить всем янаульцам, что это все будет происходить на бесплатной основе. И спортинвентарь также будет выделяться, также бесплатно. В ходе реализации проекта планируем лекционные занятия проводить на базе центральной районной библиотеки, так как они у нас являются партнерами. А оздоровительная гимнастика будет проходить на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность». Также вот уже скоро начнем учить людей ходить правильно скандинавской ходьбой. То есть и для этого мы будем приглашать специалистов, тренеров. Они будут учить, потому что не все знают, как правильно ходить и правильно подбирать палки. Скандинавские палки мы закупили, чтобы можно было ходить и летом, и зимой. Специально такие палки. И также зимнее время мы собираемся ходить и учиться правильно на лыжах. На лекционные занятия это будут приглашены врачи узких специальностей, психологи. Они ответят на все вопросы, которые возникнут у наших участников. В ходе реализации проекта Совет Женщин района вообще дает информацию в социальных сетях. У нас есть своя группа Совет Женщин. Вконтакте и Одноклассниках вышла информация. Ну и нашей районной газете будет статья. Кто услышал, я хочу обратиться ко всем. Дорогие на улице, друзья, пожалуйста, чтобы стать участником проекта, нужно записаться или подать заявку на электронный адрес Совета Женщин, советженщин.собачка.майл.ру или же позвонить по телефону 5 00 22 и 8 917 434 47 16. Надеюсь, что я на улице поддержат, потому что они многие уже занимаются своим здоровьем. И наших участников будет действительно почти 100 человек. Таковы новости уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой. В Янауле 18 августа ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 20, днем плюс 23, плюс 27 градусов. По данным МЧС, по республике ожидается малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью плюс 18, плюс 19, днем плюс 25, плюс 27 градусов. 8 сентября на всей территории России единый день голосования. Все мы граждане уникальной страны. Мы имеем право выбирать и несем ответственность за свой выбор. Мы должны знать, куда идем и что выбираем. 8 сентября 2019 года. Единый день голосования. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить? Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. Скажи, о чем молчишь. 8 800 2122. Телефон доверить для подростков. Звонок бесплатный и анонимный. Детская школа искусств объявляет дополнительный прием детей по следующим специальностям. Фортепиано, народные и духовые инструменты, изобразительное и хореографическое искусство. Группы раннего эстетического развития по направлениям хореографическое и вокально-хоровое искусство. Дополнительный набор будет проведен 27-28 августа с 8 до 5 часов. Дополнительная информация будет размещена на сайте школы искусств и на странице в социальных сетях. Справки по телефону 556 50 556 60. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Продолжение следует...